это у нас основа здесь я сейчас расскажу несколько вариантов я просто набросала таких мазков какие могут быть у нас вообще заявлено что у нас декоративный стиль то бишь основа большая шикарная однородная шишки красивые у меня есть три вида шишек это золотые белые и натуральные каждый выберет себе по вкусу и дальше что к шишкам можно шары ёлочные ягоды естественно много видов ягод ко всем подойдет можно эко стиль но сейчас я расскажу сначала про основу как я ее делала потом уже все остальное дизайн и естественно каждый выбирает себе по вкусу и делает свою какую-то идею также есть еще какие-то такие прям акценты хорошие такие типа вот таких птичек пальчик я взяла на всякий случай на самом деле это не на войне и придумала это не я это уже известно как делать такую основу для этого нужна хвоя кстати вы можете и из живой хвои если без питания сделать на такой же основе на любой не обязательно это будет там металлокерамика вот это сантехническая труба металлокерамика это изолента изолента обычно но если нет изолента взять скотч единственное что скотч скотч будет виден здесь ну то есть у вас будет белая труба из изначально нужно будет трубу чем-то например задекорировать зеленым и здесь все зависит от того какая у вас хвоя то есть какие у вас лапки хвои можно же из любой хвои любой длины вот у меня тут диаметр приличнее даже не замерял на на сантиметр 45 ну то есть ну рассчитывайте получается здесь я беру три хвоинки и легким движением руки приматываем то же самое делаем со следующими для этого я сначала разобрала гильлянду а потом собрала венок все чем мне нравится изолента тем что она сразу декорирует основу но она дорогая сразу вам говорю не обольщайтесь сколько уходит изолента ну наверное штучка чуть 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 меньше это зависит еще тоже от изолента от метража но и от намотки от вашей тоже много зависит да тут ручки можно под ободрать поэтому я вас пожалела вчера сплюла все 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 три основы четыре почему-то у меня сплелось поэтому я решила что еще надо кого-то пригласить это я уже так быстро делаю я руку вчера поднабила и ну и подободрала все руки вот здесь дальше ее надо будет естественно расправить и придать не какое-то направление да вот вы уже расправили там у кого у кого кстати какая получается настроение у всех разного да 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 угадала смотрите то что заявлено да классика жанра это мы золотые шишки декоративный стиль предполагает какое-то расположение однородное декоративного материала ягоды естественно красные сюда подходит дальше можно взять шары например там 4 5 штук красных достаточно да а другие цветовые гаммы белая цветовая гамма розовая цветовая гамма их по одну по одному получается варианту ну каждый выберет то что хочет здесь у нас еще есть вот такие красотули декоративные мы их тоже режем рубим здесь если кто-то например хочет птичку посадить но она опять же только красному стилю и подходит потому что если белому это будет слишком диковато и здесь у нас естественно еще можно корицу расположить ну вот то есть это классика прям такая красивая классика дальше идем у меня вопрос да 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 сейчас она подходит к к стилю например еще вариант я вчера наткнулась на спину на вот такие которые лежат у меня кстати очень давно и они ну так скажем не используются. Я бы сама такой вариант сделала, если честно, если бы не был занят, например, вот один венок, я бы сделала выкастили. Каким образом? Вот так. Получается здесь хлопки, белые ягоды, корица, та же корица, спилы. Дай рогошку, пожалуйста. Идут, но они, потому что я здесь, их можно, да, тоже они смотрятся естественно, но мне здесь хочется сделать совсем натуральный вариант, вот прям совсем натуральный. Вот такие тоже сюда хорошо. Да, 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 ну такие мы можем легко сделать, это у меня просто готовые остались, да, а такие мы можем легко сделать. Вот у нас есть рогожка, я взяла на один вариант, на всякий случай, вот такой бант, ну вообще классика, вообще такая, прям натурель, прям классика жанра, вот смотрите, кому-то может быть такой вариант понравится. Что еще можно сделать? Так. Вот такой спелый. Смотри, 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 сиренево это вот. Вдруг кому-то понравится, да, ну вдруг. Ну я бы тут, ну тут какой-то сиренево-розовый, что-то вот прям такое, с белыми шишками. С белыми шишками, да. Правильно. Видите, сколько много мы вариантов сразу накопали, просто сходу, да. Вот из того, что было, можно сказать. Белый, белый. Корица. Что ты еще хотела? Уже засыпалась. Это беленький, нет? А, да, да, точно. Можно как вариант, да, хлопок. Там есть еще золото-зеленые шары какие-то, гамма, но я уже их не стала брать, там еще есть яблочки, ягодки разные, фрукты. Елена, еще вопрос. Мы располагаем это все симметрично или вот неровно? Вот смотрите, если вы выбираете шары, то я расскажу, как их располагать. Тут не совсем симметрично мы располагаем, мы чуть-чуть симметрию разбиваем, потому что это, получается, у нас цветовые пятна. Видишь, они у меня не совсем симметричны, маленечко они друг от друга съезжают, да. И вот эти вот кнопочки у меня взяты и добавлены специально. Вот. Если взять пять шаров, то будет легче. Тогда симметрия, она, да, она канает. Простите за бедность. Нет, вообще, в целом, вот если я беру шишки, я их как-то вот равномерно распределяю или по-разному? Вот, хороший вопрос. Вот смотри, шишки. Шишки, опять же, зависят от того, что у тебя будет. Будут ли игрушки, то есть сначала мы игрушки, получается, Ларочка, садись, не торопись. Да, платочек, кстати, да, такой свет. Получается, что если ты берешь одни шишки, например, без игрушек, да, такой вопрос, правильно? У меня не будет шаров, у меня будут яблочки, шишки, все остальное. Я их вот просто хаотично располагаю, либо я специально делаю все симметрично. Вот сюда, вот сюда. Вот если ты будешь специально симметрично делать, это будет скучно смотреться неестественно. Задача сделать визуально, равномерно и естественно. Вот смотри, я, например, их вот так набросала. Благодаря тому, что их много, уже у нас что, если мы посмотрим, у нас сверху равномерно. Тут бы я еще какую-нибудь мелочь добавила. И все. И я показала все их прелесть. Конечно, от того, какой стороной вы их расположите, будет зависеть характер вашего венка. Можно везде и так. И что тогда будет? Какой эффект? Смотрите, вообще другой. Он такой более спокойный, раскрытый, на нас смотрит. А то, что у меня валялось, он какой? Более натуральный. Более естественный, да, как в лесу шишки бросили. А если мы вообще развернем их? Это уже совсем другой венок. Это уже совсем другие цветовые пятна и совсем другой характер. То есть тут даже с одними шишками можно по-разному поиграть. Ну и с другим материалом тоже. Есть атласная лента. И есть вот такая лента про Новый год. Я нашла ленту про Новый год. Ну, это тоже такая классика. И к такому стилю подходит большой бант. Та-дам! Ну, я прям подробно покажу, кому какой банк, как он потом завязывается. Вверх, вниз, либо вверх. Либо кому не нравится, без него. Но он очень хороший. Вот такая тоже классика. Еще вопрос. Да, я люблю вопрос. Ягоды мы лепим гроздьями или единичками? А это будет зависеть от того, какой у тебя венок. Какой у тебя характер венка. Крупными мазками, ты будешь обрабатывать элементы. Здесь мелкими. Получается, они грубками поставлены. Видишь? Угу. Угу. Ну, то есть, они, получается, они... Ну, такой кусок, конечно, он приличный. Но если несколько таких кусков, то он вполне, вполне. Можно наполовинку поделить. Угу. Видишь, ягодки разные, разные вот размеры, да? От этого тоже много зависит. И будет много зависеть от того, какие у тебя основные будут элементы. Сначала вот сейчас мы что делаем? У нас, получается, весь материал на том столе. Мы сейчас делаем подборку, как обычно, то, из чего мы будем делать. Обсуждаем это все и начинаем делать, чтобы там все было в балансе, всего-всего хватило. Здесь, получается, у нас основа, она такая рыхлая прям. Ну, то есть, мы ее можем распределять, как нам удобно и какой нужно высоты. Можем гладкой сделать, можем рыхлой, можем небрежной. И вклеиваем мы прям внутрь, сюда, к хвои. То есть, чтобы хорошо держалась. Крюбочку. Вклеиваем мы прям на хвою. Вот мы, например, тяжелые какие-то вещи, да, мы лучше вот к основе, прям к самой, да? Чтобы вот твердое основание. Ну, мы же можем сюда, сюда подвинуть от середины. Хлопок я рекомендую вклеивать, это тоже зависит от идеи, но я все-таки маленечко его туда врываю внутрь, как бы вот так, да? Ну, естественно, он не к основе, он между вот этими двумя веточками, но он легкий, как раз ляжет. Ну, клеишь ты только вот сюда наносишь, на пальчик ни в коем случае нельзя. Дальше. Тут шишки. Вот ты их сейчас все вклеишь, потом посмотришь, может быть, ты еще каких-то мелких добавишь. Вот эти вот здесь, они как бы, ну, бессмысленны, в принципе, их не видно. Шишки, видишь, они, в принципе, хорошо держатся. Главное, на руку себе не попасть. Все, и немножечко придерживаешь. Клеивать очень удобно, потому что они никуда не убегают, не падают и так далее. Все, вот это вот сейчас вклеим. Вот смотри, это как бы спина, это лицо. Корицу, ну, она сейчас еще завяжет корицу, да? Ну, она вклеивается, вот ты, например, вот она лежит у нас здесь, хорошо лежит. Берем и клеим. Если что-то плохо приклеится, мы потом, когда к стене приложим в финале, это будет сразу видно. Подожди, у тебя тут про вот эти тенденции пока непонятно прослеживается. Они у тебя как? Они у тебя связаны как бантички или как что? Я их беру, делаю как бантик. Потому что они везде разные, разного размера. Ну да, и запихем. Их надо как-то тогда сделать одного размера, во-первых. Небольшие. Небольшие, да. Не надо большие. Потому что где-то маленькие, где-то большие. Ну, смысл? Ну да, делай как бантик. Так, ставь, лишнее убирай вот так. Потом вот клей вот сюда? Да, чуть-чуть. И вставляем. И надо их аккуратнее как-то распределить. А спилы мы клеим космолы или... Ну, нет, спилы мы клеим... Сейчас мы посмотрим. В общем, тут просто много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много. Всего спилы распределены. Они у нас все лежат, да, так, под одним углом. Сюда еще можно какой-нибудь красивый спилчик приложить. Большой, да? Ну да, такой средненький. Спилы мы также вклеиваем. Вот у нас спилы. У нас ребрышка спила, да. Вот твой пистолет это какой? Да, вот это, да. Вы, в принципе, можете его одни. Ну, не совсем космолы, но чтобы она крепко так достаточно держалась. Не надо его так сильно прятать, да, мы смотрим. Ну, этот можно под него, ну, к нему, да, и к хвою здесь. Нет, если ты космолы их приклеишь, то ты их загонишь сильно, да. Клей их к хвою. Я все клею к хвою. К хвою. Она держит хорошо. Если держать не будет, я говорю, мы потом подклеим, подкорректируем. Потому что если ты все туда будешь рвать, просто не будет ничего видно. Я вкатки. Вот, и это низ, это вверх. Так. Яблочки тоже бочками поправить правильно. Так. Ягодки тоже к хвою. Ягодки, ягодки. Так, ягодки. Да. Смотри. У нас же есть вот у ягодка ствол вот такой, да. И мы ищем место соприкосновения. Они легкие, они будут хорошо держаться. Оно вообще легко здесь клеить, на удовольствие. Естественно, по ходу мы все-все-все поправляем, так чтобы было аккуратно. Все, так все хорошо. Ну, можно начинать клеить. Просто за основу цепляем любую веревочку. Здесь я считаю, что петелька должна быть незаметная, потому что она тут нам не нужна особо. Все, ее не видно. Первый вариант готов. У нас тут получился такой интересный микс. Красные, белые цвета. Они такие яркие, прям насыщенные, заснеженные. Сами шишки уже покрашенные, подснеженные. Разная корица, разная по размерчику. Рябинка. Вот это вот очень красиво. Именно такая прям как натуральная заснеженная рябинка. Это яркие красные шары. Такой прям насыщенный Новый год. Очень красиво получилось. Какой размер у нас получился? Я даже тут, честно говоря, дома не измерила. Но тут где-то размер, диаметр 45 сантиметров, не меньше это точно. И боюсь сказать, что полметра. Но 45 точно есть. 40-45 сантиметров в диаметре. Ну, вот финальные, получается, даже больше, наверное, пусть будет все 50. Тут вот интересно, шишки, да? Шишки по-разному же можно положить. Мы сначала смотрели, какой эффект может быть от шишек. Вот тут вот эта группка мне очень нравится. Они все смотрят лицом сюда. Потом они смотрят не лицом. Потом вот группка, опять же, ягод. Две ягодки там. Красные, например, ягодки и белые ягодки. Вроде бы, казалось бы, все равномерно. Но благодаря тому, что материал по-разному везде поставлен, он смотрится не скучно, интересно. Вот это вот самое главное в таких декоративных работах. У нас шикарный получился венок такой прям в эко-стиле. Вообще просто супер, классика жанра. Тут у нас и хлопок, и спилы сыграли свою роль. То есть мы от них отталкивались. Яблоки, ягоды, шишки натуральные. И все это непокрашенное. Прямо вот прям реально, как кусочек природы. Очень красиво. Такая какая-то... Даже не знаю, как это описать. Такое изобилие прям такое. Какое-то домашнее, теплое изобилие. Ассоциации такие возникают, что хочется его где-то у камина повесить. Какой-то такой европейский теплый домашний семейный Новый год. Мешковины мы еще сюда добавили, потому что нам захотелось сюда еще мешковины. Что-то такого натурального. У нас она перекликается вот с этим. С корицей. Здесь у нас получился прям такой королевский вариант. Это больше похож на вариант, который мы заявляли. Только мы, естественно, тут его еще немножко видоизменили. Добавили снега, чуть-чуть его приснежили. Добавили темных ягод, ярких ягод. Больше золота. Золото прям такое активное. Ну такое тусклое золото у нас. И яркое золото. То есть тут прям достаточно такой прям королевский. Тут изобилие шишек, корица. Ну тут всего достаточно. Осталось только в королевстве повесить его. Здесь мы решили добавить птичку. Птички это такие вестники хороших вестей. Конечно же, все ждем хороших вестей. Поздравления накануне праздников. Очень такой красивый, яркий, насыщенный такой вариант. Прям ассоциация с каким-то Санта-Клаусом. Прям такой Новый год. Прям такой радостный. Прям жить хочется радостный. Прям такой получился. И птичка очень хорошо сюда интегрировалась. Птичка, она такая достаточно такой цвет активный. И фактура такая блестящая. То есть ее очень сложно куда-то добавить, чтобы ее не было много. И тут она как раз идеально подходит по размеру нам к этому венку. Потому что венок он огромный. То есть здесь она идеальна. Ну получается вот так он у нас будет висеть. Птичка у нас будет сверху на все поглядывать. Тут изобилие ягод и рябинка, и яркие ягоды. Тут много таких красных, активных, глянцевых фактур. Очень красиво.